Жилой дом по улице Полтавский шлях 119 год назад был в ведении Южной железной дороги, потом его передали на баланс Октябрьского райисполкома. По действующему законодательству к этому времени Южная дорога должна была выполнить ремонт дома, но не сделала этого до сих пор, несмотря на длительную переписку жильцов с чиновниками. После публикации в газете «Объективно» и выхода в эфир сюжета об этом доме, депутат городского совета Валерий Петросов, которому жители тоже писали жалобу, заявил, что о проблемах людей ему ничего не известно. Хотя дом по Полтавскому шляху 119 находится на территории округа Петросова. Продолжить тему Наталья Дрост. Папка жалоб жильцов дома в управлении Южной железной дороги и Октябрьский райисполком составляет солидный том. Чаще всего люди получали отписки, в которых чиновники утверждали, что денег на ремонт не было, нет и не будет. На публикацию в газете «Объективно» и «Сюжет в новостях» депутат горсовета Валерий Петросов сначала обиделся. Он утверждает, что жалоб от жителей этого дома он не видел. Обидевшись, Валерий Петросов решил сам выяснить ситуацию. Южная железная дорога передала горжил управление. Я говорил с райисполкомом. Райисполком сказал, что мы не находим тех денег, которые Южная железная дорога передала городу для производства ремонтных работ, связанных с этим домом. Яременский сам возмущен. Сам возмущен. Как это произошло с этим домом? Сегодня Валерий Петросов лично убедился, что у жителей 119 дома по Полтавскому шляху есть основания для жалоб. По-прежнему течет крыша, нужно менять все трубы в доме и огородить детскую площадку от дороги. А потому депутат городского совета решил создать специальную комиссию и включить в нее управленцев Южной железной дороги. Я создаю комиссию вашего представителя для того, чтобы проверить от начала до конца порядок передачи, какие средства вы передали, какие ремонты вы обещали и почему не выполнили на этом доме. Ямы на Комсомольском шоссе, проходящем около дома, уже начали засыпать. И Петросов утверждает, что в среде работы будут завершены. А на сегодняшнюю встречу с жильцами дома был приглашен и начальник ЖЭУ, но он так и не пришел. Сам Петросов настроен решительно. У меня есть стиль работы. Если ко мне обращаются, я до конца довожу, и вы увидите, что будет. Наталья Дрозд, Максим Беценко, медиагруппа «Объектив». Это все новости на сегодня. Завтра в 20.30 смотрите авторскую программу «Зарабал Асания» «Объектив. Обзор». А я прощаюсь с вами, желаю вам приятных выходных и хорошего настроения. До свидания.